Сейчас на самом деле самый последний момент, такой волнующий, последние дни остались. И основной акцент мы делаем на то, что люди приходят к нам и жалуются. Самая основная проблема это подкупам. Так что мы сейчас подключаем и наших активистов, наших координаторов городских и на местах, то есть в районах они занимаются сбором этой информации, то есть конкретных людей, конкретно от каких партий этим занимаются, чтобы нам передать правоохранительные органы, направить жалобу в Центральную избирательную комиссию, потому что это основное такое препятствие идет сейчас по окончанию выборов. То есть понятно у нас многие партии и губернатор говорят о честных, о чистых выборах, но когда подходит уже к самим выборам, тем более вот эти последние дни, вот этого всего не наблюдается. То есть и вот это и такое чувство, что это договоренность все, и там собирали нас за два месяца до выборов, что это просто формальность. То есть даже сейчас на это никто не обращает внимания. То есть все как занимались там подкупом, так и занимаются. Мы этим не занимаемся, то есть мы сколько лет уже участвуем в выборах, то есть более 25 лет, и каждый раз у нас партия набирает проценты, много голосов, то есть проходит и в Государственную думу, и в законодательное собрание. То есть на честном слове зарабатываем свои голоса. Ну вот в этих условиях, есть ли у вас, может быть, какая-то социология или просто свои какие-то прогнозы относительно того, как будет выглядеть законодательное собрание и Петросовет за грядущие? Ну законодательное собрание мы, как бы партия ЛДПР, мы как планировали, то есть расширится. У нас в нынешнем созыве 5 депутатов, мы планируем 7-8 депутатов, то есть городской совет, 5-6 депутатов провести, чтобы уже более как-то влиять на... То есть хотелось бы, чтобы был также парламент оппозиционным, как и в этот созыв, в пятый созыв в законодательном собрании. То есть не удавалось там правящей партии и губернатору провести те или иные законы, потому что не хватало у них голосов, не было большинства. И хотелось бы также, чтобы в нынешнем созыве у нас было оппозиции больше, чем правящей партии.